Ненецкая окружная больница активизировала работу по привлечению в регион медиков. Учреждение выставило для потенциальных соискателей из округа и других субъектов России более 100 вакансий. Регион нуждается в специалистах по УЗИ и лучевой диагностике, акушерокинекологах, педиатрах, лоре, а также среднем медицинском персонале. Необходимы сегодня врачи и в сельских медучреждениях. Так, в Великовисочной участковой больнице требуются фельдшеры, особенно в летнее время, когда сотрудники уходят в отпуска. К слову, отсутствие кадров не единственная нужда учреждения. Подробности в материале Валентина Чебичек. А мне здесь вполне нормально. Я тоже человек деревенский, в деревне выросший, так что мне на селе никаких неудобств я не чувствую. Единственное, что меня не устраивало первое время, то, что нет дорог. Вот нужно зимой по льду, летом по речке нет дорог. А так, в принципе, здесь всё устраивает. Климат немножко, конечно, другой. Руслан Бакшеев приехал в деревню сразу после окончания Котловского медицинского техникума. Как молодой специалист, приехавший работать в сельскую местность, начинающий фельдшер получил 1 миллион рублей, которые вложил в собственное дело. Три года активной деятельности в сельской больнице дали понять – работа нравится, не радует только условия труда. В первую очередь ремонт, чтобы было тепло, чтобы хотя бы, ну и с виду, чтобы было здание приглядное. А то вот вы видели, как подходите, сразу видно. Организации другие, допустим, Дом культуры, такое кирпичное здание, баннер такой большой, красиво всё. А как в больницу подходишь, как я с Тошевской больной привёз, она говорит, у меня сейчас сразу давление, наверное, поднимется, как я эту больницу увидел. Здание действительно неприглядное. Выцветший фасад, отходящий цоколь, на каждом этаже просевшие двери. По словам главного врача больницы Ольги Зверевой, каждую весну здание топит, а на устранение последствий паводка денег нет. Нет их и на элементарный косметический ремонт. Потолки и стены не красили с 2006 года. Как оказалось, в здании участковой больницы масштабный капитальный ремонт не проводился с момента открытия 1973 года. При столь захудалом в внешнем виде оснащение медучреждения современное – стоматологический кабинет, переносной УЗИ-аппарат, аптека Ненинской формации, где есть все жизненно важные препараты. К тому же в прошлом году больницу перевели на центральное отопление и водоснабжение. Как пояснили в профильном департаменте, капитальный ремонт больницы ожидается в 2017 году. В феврале-марте этого года по просьбе департамента здравоохранения, труда, социальной защиты, департамент ЖКХ и строительства Ницкантонового округа силами центру и заказчика провел технический осмотр и комплексное обследование здания. Мы готовимся данную больницу ставить на капитальный ремонт. В 2016 году капитального ремонта в Великой Источной больнице не будет. Это перспективы 2018 года. Вот так мы сейчас говорим. В 2016 году у них возможность есть, денежные средства есть, провести текущий ремонт. По словам Александра Балабона, средства на текущий ремонт изыскивает сам руководитель из бюджета больницы. Некоторые учреждения закупают материал и делают ремонт своими силами. Пока наша съемочная группа беседовала с главным врачом, в больницу с наболевшим вопросом обратилась жительница Тошийский. На период отпуска фельдшера жители деревни почти на два месяца остались без минработника. Его заменяют сотрудники Великой Источной участковой больницы. Раз в неделю по пятницам на лодке приплывает фельдшер и ведет прием. Весь июль стоит хорошая погода, поэтому препятствий не было. Но был случай в конце июня, когда у ребенка поднялась температура 39,5. Доктор отсюда выехать не мог, потому что шторм. Хотя было предложено вот этим людям, а вы бы не могли приехать, вот слова буквально, а вы бы не могли приехать, привезти ребенка сюда, в диску. Пенсионеры ходят почти каждый день, спрашивают, вот когда к нам все же фельдшер вздумает, дадумают нам фельдшера послать в деревню. Сегодня в Толшиске проживают в основном пенсионеры. Есть дети, в том числе три грудничка. Светлана Безумова говорит, что люди живут как на пороховой бочке. Ведь чтобы добраться до Толшиски, фельдшеру необходимо проплыть 25 километров по реке и 2 километра пешком. Это занимает не один час времени. В профильном департаменте сообщили, сегодня идет поиск сотрудника, который приедет работать в Толшиску до выхода из отпуска местного фельдшера. Завтра конкретно человек, который у нас планируется на замену, на целый месяц, на период отсутствия основного работника, который у нас находится в грудовом отпуске. Завтра в 10 часов дня мы с ним встречаемся. По словам Александра Балабона, сегодня не каждый специалист поедет работать в деревню. Специфика сельской жизни дает о себе знать. Новому сотруднику предоставят жилье и обеспечат всем необходимым, чтобы жители Толшиски получали полноценную медицинскую помощь.